Всем привет! Сегодня мы пишем начало для целой серии выпусков. А точнее всего будет 4 выпуска. И в главной роли будут вот эти два красавца-петуха. Сейчас мы начнем готовить бульон из петуха, который в свою очередь пойдет сразу, как я уже сказал, на 4 выпуска. Будет уха из петуха, следующий выпуск будет юрма, потом будет уха архиерейская и четвертый выпуск будет венгерский суп уйхази. Он тоже делается на основе петушиного бульона. Поэтому сейчас мы идем закидывать этих двух красавцев вон в тот замечательный казан кукмара. Все, погнали! Так, раз, готов. Я так профессиональный, извиняюсь за раздражение, палач. Так, ну что, и вперед закладываем. Они потрошенные. Вот, пожалуйста, пошли туда. Также закладываем туда три луковицы большие. Сразу же туда раз. Фу! Закладываем и большую горсть соли. Вариться бульон будет где-то примерно часа полтора-два. До тех пор, пока они, ну, в общем, пока не сварятся. Пока петухи не сварятся, не выварятся. И все. А мы пока пойдем в нашу студию, в нашу кухню подготавливать все продукты для всех, ну, четырех значит, супов наших. И ух. Ух, правильно говорить? Ух. Для всех, для трех ух и одного супа уихази. Даже уихази, кстати, как-то с ухой связано. Но там не будет рыбы. Там будет говядина. Все. Смотрите ближайшие выпуски. Они будут идти друг за другом. Поэтому этот выпуск первый. Соответственно, будут все остальные выходить по вторникам и пятницам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем привет! Сегодня готовим венгерский суп ухази. Ухази это в традиционных таких в общепринятых пониманиях это суп куриный. Но! У меня есть венгерская книга. Книга о вкусной и здоровой пище. Венгерская. Ну, издана в Будапеште на русском языке для Советского Союза. Она не такая молодая книга. В которой вот написано суп ухази. Значит, для этого супа покупается откормленный петух или курица. С потрохами, с гребешком. Можно добавить еще несколько гребешков. Полкилограмма жирной говядины первого сорта лучше всего бедро огузок. Полкилограмма сахарных телячьих и говяжьих костей. Ну, в общем, и так далее, и так далее. И меня тут как бы немножко под это подрастащило в разные стороны, потому что, ну, как бы куриный суп, но с другой стороны говяжий. Значит, что я сделал? Я взял два петуха, из которых мы сейчас делаем целых четыре супа. То есть на улице у меня кипит бульон из петухов, варится уха из петуха, архиерейская уха. Посмотрите в соседних с этим выпуском. Они точно есть или будут скоро. Сейчас я в эту кастрюлю пойду, схожу, наберу, он уже полтора часа варится, наберу бульона и потом положу сюда вот эти вот как раз кости говядины. То есть сделаем не в общепринятом понятии, а вот по этой правильной книге, из которой, кстати, у нас есть много венгерских супов уже, не один. Для еще, для этого нам потребуется небольшой кусочек капусты, буквально, небольшой кусок корня сельдерея, два болгарских перца, ложки-две томатной пасты, сухие грибы, зеленая фасоль, паприка и зеленый лук. Также нам потребуется вот такая вот банка с затертой этикеткой. Это хрен, моя заготовочка, которую я делаю. Мясо будем есть с хреном, поэтому сейчас мы выходим на улицу, набираем куриный бульон. Все, погнали. Так. Оооо. Ох, где. Погнали. Вот так бывает в жизни. Уйдешь с кастрюли и вернешься с голландской печкой. Я подумал, что говядины много, а пока выходил на ступенечке, аккуратненько стоит голландская печка. Я думаю, чего она стоит, скучает? Пусть будет, правильно? Поэтому я сейчас на большую комфорку продолжаю. А, ну вот, смотрите, она уже там кипит. Вот я говядину закладываю раз, в куриный бульон закладываю два, закладываю три, прямо на дно. И все, и четыре в том числе. Ставлю это все на большую комфорку. Так, все, загрузили. Что нам говорит всемирная паутина? Секундочку. Просто не буду я умничать, зачем? Я вам открою. Значит, значит, уйхази суп, венгерский суп с лапшой или вермишелью. Для этого мы берем не вермишель, я просто возьму спагетти. Вот, и наломаю их. То же самое, в принципе. Вот, лапша, вермишель, и грибами, сухими грибами, созданный знаменитый венгерским кулинаром Карреем Гунделем. То есть, товарищ Каррей Гундель создал этот суп. Он рукодельный, а не народный. И названный в честь популярного в конце 19 века венгерского актера Эде Уйхази. То есть, был такой Эде Уйхази. Здорово вообще. В честь тебя суп назвали. Крупного мужчины с окладистой бородой. Это о ком это? Большого любителя как поесть, так и покашеварить. Поесть и покашеварить крупный мужчина с окладистой бородой. Из-за всех датая Будапештского ресторана Ванпетикс. Венгерский. Надо съездить в Венгрию в ресторан Ванпетикс. Считается, что суп Уйхази был впервые приготовлен в ресторане Гунделя по указаниям Уйхази. Все. Откладываем вермишель. Человек с окладистой бородой откладывает вермишель и начинает нарезать все продукты. Грибы надо замочить. Так, нарезаем сельдерей, перец и морковь соломкой надо нарезать. Правильно Слава говорит, какую морковь? Сельдерей, перец и капусту. Хотя морковь идет туда тоже. Раз, 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 раз. Так, капуста тоже соломкой. Так. Ну и пару перцев. Вот Слава говорит, не молчите, Алексей Александрович, надо что-то говорить. Что я вам скажу? Был я в Венгрии, наверное, я вам рассказывал. Знаете, бывает такая штука интересная, когда ты вроде уже был в Венгрии, ты уже выпускал венгерские рецепты и там показал, что-то рассказал. И вроде как бы уже и не хочется рассказывать. А вдруг, и думаю, вы не смотрели, да, этот выпуск. Ну, был я в Венгрии, был, да, очень понравилось. Плоская, плоская страна. Проезжал несколько раз, был в Будапеште, был на озере Болотон. Очень интересно. Белая вода в озере Болотон. Прямо поразила. Такая светло-светло-голубая прям. Очень интересно. Вот. Очень много помидор, паприки, мясо вкусное очень, мне понравилось. И вот блюдо, конечно, обалденное, поэтому я прямо в восторге от этой страны. И с удовольствием готовлю венгерскую кухню. Прямо она особенная. У нас есть еще что? У нас есть, ну, богорыч-гуляш, понятно. Есть коричневый суп из печенки. Есть суп-пюре из печенки по-венгерскому. Это очередной шедевр венгерской кухни. Она прямо характерна и она прямо узнаваема. Венгерская кухня, это классная штука. И еще вот, ну, в книге там много рецептов. Я, конечно, подряд их лупить не буду, там, из выпуска в выпуск. Но постараемся сделать такие самые яркие представители венгерской кухни. Я обязательно сделаю. Еще есть полотц венгерский суп. Тоже нужно подумать, как это все сделать. Все, погнали. Пошли к плите. Мясо все закипело. Если вы хотите, чтобы у вас был чистый бульон, можно, конечно, пенку снять. Но я так основную снял, остальное даже запариваться не буду, потому что сейчас все равно туда все пойдут овощи. Все равно паста томатная, все равно все перемешаются. Поэтому первым делом фасоль стручковую. Тут две фасоли, светлая и зеленая. Вот, посмотрите, как она закладывается. Раз. Огонь при этом не надо убавлять. Наоборот, прибавить, потому что, чтобы не просаживался. Потом можно заложить туда грибы. Так как я заливал их горячей водой, можно прямо влить их вот так вот. Раз, и все. Распределить просто. Потом закладываем сельдерей и перец. Потом сверху закладываем капусту. Грия, чайно-то нагрелась. И томатную пасту просто сверху берем и закладываем. Вот так вот, раз. Совсем забыл заложить паприку, ложку паприки. Берем. Здесь паприки немного, можно побольше чуть-чуть. А, да, у нас же больше воды, поэтому полторы-две. Вопрос, а где петух? А петух у нас варится по-прежнему там. Просто сборка самого супа будет происходить очень интересным способом, о котором мы вам уже скоро поведаем. Сейчас я дожидаюсь, сейчас я дожидаюсь, когда все закипит, все мы успокоим, оно перемешаем, убавляем газ и пусть варится здесь часа два. Пока мясо от костей не отвалится, пока сахарные косточки прямо все не выварятся, чтобы все прямо вот перемешалось, перемешалось. Капуста, чтобы дошла на мелком огне. Именно поэтому я взял голландскую печь, потому что она толстостенная, потому что она есть с большой крышкой. Крышкой, понимаете, толстая крышка у нее. И можно, это, конечно, идеальный вообще способ для того, чтобы готовить такой замечательный суп. Но если есть у вас обыкновенная кастрюля, пожалуйста, то же самое делайте, только, ну, может, дно потолще выберите. В общем, вот такая вот тема. Два часа, не меньше готовность. А потом мы уже, потом уже петух уже давным-давно сварится. Даже любой петух, даже спортивный петух, жесткий, он уже будет готов. И потом уже будем собирать. Все, заставочка. На бицухе, на бицухе несу. Венгерский суп Уйхази готов. Пожалуйста, встречайте. Хоп. Ну вот, пожалуйста. Но тут сейчас надо собирать. Мы же говорили в самом начале о том, что этот суп был придуман и подавался в ресторане. Специально для человека с фамилией Уйхази. Для актера известного. Поэтому мы сейчас что делаем? Мы достаем сейчас говядину. А суп-то куриный, правильно? Мы достаем говядину и ее выкладываем. Вот так вот раз. Выкладываем в отдельную тару с овощами. Там еще есть говядина, естественно. Пусть она там лежит. Мы ее доставать не будем. Но смысл вот такой вот. Дальше что? Даем славе для заставочки. Пожалуйста, слава. Держи. Напоминаю, что у нас должна быть еще лапша. Должен быть лук. И должен быть хрен. Так вот, смотрите, лапшу мы выкладываем вот сюда. Буквально, зачем ее тут заполнять? Вот выкладываем сюда. Выкладываем вот сюда. Вот. Пожалуйста. Потом суп-то куриный. Поэтому мы берем петуха и берем мясо с ноги. Сюда вот так раз выкладываем. Хорошие такие ровные куски ресторана для барина с фамилией Уйхази. Вот. Не жалеем. Слав, снимаешь? Видно? Видно. Сейчас своей большой и красивой поварешкой мы берем и накладываем суп. Уже сам бульон сверху раз. По краю вот так раз. И выкладываем с овощами, с грибами, с бульончиком. Говядину сюда выкладывать не надо. Говядина поедается отдельно. И она поедается с луком. То есть вот лук сюда, смотрите, раз, выкладывается лук сюда, вот, на говядину. Так вот, посмотрите. И хрен. Раз, сюда хрен кладется. Так, ну что, отодвигаем в сторону и начинаем пробовать. Снимать конечные кадры. Опаньки. Говядину сюда. И лук. Кто хочет, может сюда лук покрошить для красоты. Но я этого делать пока не буду. Попозже попробую. Торжественный момент. Попозже tomorrow. Так, ну что, дорогие друзья, я сначала бульон попробую, ладно? Так, фиксируется. Так. Понял. Пардон. Значит, что касается супа. Суп обалденный. Сочетание, значит, овощного, глубокого такого овощного, мягкого, не острого совершенно, на бульоне сделанного такого вот отвара. Петух как дичь, он фермерский петух, я Сережа в деревне вырастил, сегодня утром не привез. Обалденный запах грибов, но его грибы здесь не выпирают вообще. Они дают общий такой запах, вкус в бульон и в овощи. Петух-то отдельно варился, вот, но не выпирает вообще, то есть не грибной, не грибной, супа грибного вкуса нет вообще. Он чувствуется где-то там внутри, но и он не вылезает, то есть не думайте, что это грибной суп, нет. Дальше, продолжаем, откладываем и на мясо, которое с хреном, вот, с луком, сейчас я буду тоже пробовать. Оно варилось долго. Ребята, если бы у меня был ресторан, а он, наверное, когда-нибудь будет, я думаю, что это блюдо бы подавалось по праздникам и отдельной бы темой, то есть на заказ. Я бы, наверное, каждый день бы его не ставил, но если бы человек пришел там какой-нибудь застолье, небольшой день рождения, в банкетном зале, вот, я бы этот суп рекомендовал бы туда. Вот, я серьезно говорю, потому что он настолько непростой и действительно такой какой-то капитальный, я бы даже сказал, что вот в сочетании вот это мясо вываренное, да, с этими овощами, оно очень конкретное. Прямо вот оно достойное, серьезное, такая вот, вот такое впечатление производит. Спасибо вам за внимание, приходите к нам еще, желаю вам счастья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok